Добрый день, уважаемые коллеги! Моя тема будет очень пустая. Применение аллергии генеза в гинекологической практике. Сейчас в России 78 миллионов женского населения. Из них детародного возраста 39 миллионов. И среди этих женщин, по самым условным подсчетам, 6 миллионов женщин не имеет возможности отродить. И еще 4 миллиона беспробных мужчин. То есть каждые 15% семейных пар страдают в бесплодии. Причин бесплодия достаточно много. Одна из них – это проблема с овуляцией, непроходимость маточных труб, аномалии размеров в форме и структуре матки и хронической эндометрии. Сегодня мы разберем вопросы применения аллергии генеза при хроническом эндометрии. На сегодняшний день хроническая эндометрии дает различные осложнения, такие как бесплодие, неразвивающаяся хроническая эндометрии. Это членение вынашивания. И на основании этого факта я решила применить препарат аллерген генез у пациентов с хроническим эндометрии. И посмотреть, насколько же такой замечательный комплекс с таким прекрасным составом, о котором говорил предыдущий выступающий, даст положительные результаты гинекологической практики. Что же такое эндометрии? Эндометрии – это хроническое заболевание женской реводуктивной системы, протекающее порой несимптомно. Почему же несимптомно, скажут мне гинекологи? Там есть конкретные симптомы, да. Но данные женщины, они многократно проходят обследование, они проходят циклы скабливания, антибактериальной терапии курс за курсом, лечение сопутствующей терапии. И, конечно, у них уже не остается ярко выраженных клинических симптомов, а желаемая беременность все еще не наступает. Эндометрит является результатом воспалительных процессов во внутреннем слое матки. В норме толщина и структура эндометрия активно меняются в зависимости от фазы ментуального цикла и в зависимости от уровня гормонов. Благодаря этому создается подходящаяся среда, увеличивается толщина эндометрия, что позволяет прикрепиться плотному лицу и дать возможность развитию беременности. Цель клинического исследования была определить эффективность применения комплекса аренгенез у пациентов с страничной эндометрией и, в частности, оценить изменения толщины эндометрии на 12-13 день и мастерального цикла по данному УЗИ. Все пациенты перед исследованием были обследованы на инфекции передаваемой половым путем, паркосед из шейки и матки, динамические УЗИ, контрольную овуляцию и определение толщины эндометрии, исследование гормонального фона яичников и щелетной железы. Были собраны две группы женщин, которые сделали все свои обследования, все, что можно было сделать, и уже отчаялись и согласились на то, что мы будем делать все, что скажете, только помогите. И выбрали две группы женщин, по возрасту они все одинаковые, 29-30 лет, все обследованы, и у всех имелась тенденция, что при присутствии овуляции эндометрия осталась тонким, что мешало укреплению плодного яйца и развитию беременности. У всех женщин было позитивное отношение к применению биологически активных комплексов, и они все не получали никакого медикаментозного лечения, потому что после того, как провели все обследование лечение, они либо ожидали экстрапорального опровотворения, и стояли на очереди, и чтобы не тратить время, пытались восстановить свое здоровье и подготовиться с легко, либо ждали наступления спонтанно в свою физиологическо-ноструальную цепь, поскольку практических противопоказаний поступлений уже не было, все было проведено. Пациентки обеих групп принимали стандартную фолиевую кислоту 400 мм и комплексы отклад. Это Аверол, потому что в анамнезе у многих были вирусы папилломы человека пролечены. Все мы знаем, что в организме человека не бывает вирусном состоянии, то есть геопетические инфекции у нас у всех с вами тоже присутствуют, просто может быть не быть обострений. Пробинога, космонизация микрофлора кишечника, нейрокомфорт, психоэмоциональный комфорт создавали, дискаверия очарования, комплексы между биокоскат. Биокоскат имеет прекрасное воздействие на женскую половую сферу. Основная группа принимала алиоприентивную спарную капсулу два раза в день перед едой в течение двух менструальных циклов. Контрольная группа не принимала. Какие субъективные жалобы предъявляют пациенты до начала приема комплекса? Это упадок силы настроения, соответственно, все хотели забеременеть, а настроения нет. Отсутствие инфекции для нибелинга в течение трех лет. И объективные жалобы. Гипотония. Несториальное давление. Скудные. Породки. Болезненные менструации. Результаты применения комплекса. На первой неделе приема нормализовалось артериальное давление. Улучшилось настроение. Повысилась работоспособность. Очередные менструации начались через 30 дней после приема. Все умеренно болезненные лишь в первые части начала менструации и длительностью три дня. Для тех женщин, которые страдают со скудными менструациями, это был настоящий параграф. Вот такие результаты применения в основной группе. Синими – это начало исследования. Красное – это через месяц исследования. И зеленое – это на 60-й день. Это к концу исследования. На фоне приема комплекса олеопер-генеза отмечается динамический рост инометрии в течение двух менструальных циклов. В контрольной группе также отмечается, но значительно отстает от показателей основной группы. Вот показатель толщины инометрия в контрольной группе, которая не принимала препарат олеопер-генез. Таким образом, прием биологически активного комплекса олеопер-генез, периодная левитация пациентов после перенесенных воспалительных заболеваний органов малого таза, ускоряет восстановление эндометрии, что позволяет ожидать благоприятных результатов в плане как поздравления, так и наступления беременности. Клинический пример. Наша пациентка в 88-го года рождения, она дошла в основную группу, состоит в браке в течение трех лет, в анамнезе перенесла полиоплазменную инфекцию и крыльный рвез. Проведена антибактериальная терапия медиками стандартная. Беременность, наступила беременность, которая завершилась выкидышом на сроки 5-6 недель, производилась с дискабрами полости матки с последующей вновь антибактериальной терапией. Тонкий эндометрий на 12-й день цикла 3,8 мм. Конечно же, эта пациентка была лояльно настроена на реабилитацию, и она принимала следующие препараты. Олегрия геннез по одной капсуле 2 раза, нейрокомфорта, аверол, новым геннезом и дискабрами очарования. И вот в динамике результаты роста толщины и метрии. Если в начале было 3,8 мм, затем в первый месяц 5,2 мм и через 2 месяца 7,8 мм. Мы приблизились к нормальным показателям, но этого недостаточно для хорошего развития веренности. Но и год месяцев применения ореабилит геннез в практике геннеза недостаточно. Увидеть такие результаты, женщины вдохновлены. И контрольная группа изъявила желание точно так же присоединиться и начать принимать ореабилит геннез, потому что видят, что до динамики идут лучшие результаты. Поэтому применение ореабилит геннеза этими двумя группами пациентами будет продолжаться. И об успешном выступлении беременности, надеюсь, я расскажу в следующий раз. Проблемы зачатия и выступления беременности нередко связаны с патологией мафии и таких заболеваний, как геннеза. Но возможности на сегодняшний день достаточно высокие и можно совместить, используя комплексный подход. На мой взгляд, недостаточно только антивактериальной терапии. Необходимо еще и десерт. Это биологически активные добавки. И мы видим на практике хорошие результаты. Пусть счастливых женщин станет больше. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...